В этом году отпраздновать День медицинского работника было решено с особым размахом. Многие врачи, медицинские сестры, младший персонал работают уже более 30 лет на одном месте. Они были удостоены наград от Министерства здравоохранения Московской области, Московской областной думы, главы Одинцовского района. Кстати, в этом году только Одинцовский район был удостоен чести принимать на своей территории министра здравоохранения Московской области. Нина Владимировна Суслонова с большой радостью поздравила наших врачей. Одинцовское здравоохранение – одно из лучших в области. Во многом на него равняются остальные лечебные учреждения. Я очень благодарна главе и всем сподвижникам, соратникам за настоящий праздник, который сегодня организован в Одинцовском районе. Я думаю, что от имени всех медицинских работников района и от себя лично я выражаю славу благодарности и говорю спасибо, потому что не всегда мы с вами можем праздновать, учитывая наш труд. Я сегодня хочу выразить всем слова благодарности за работу, которую вы проводите, за то, что сегодня не все присутствуют в этом зале, потому что работа медицинского работника, она круглосуточная, без выходных, праздников, и сегодня наши люди несут вахту. И особые слова благодарности тем, кто сегодня на посту и, конечно, имея огромную честь от имени губернатора Московской области Андреевича Воробьева всю медицинскую общественность поздравить с профессиональным праздником Днем Медицинского Работника. Вы знаете, что торжественное собрание прошло в Доме правительства. Андрей Юрьевич выразил слова благодарности и признательности медикам Московской области, рассказал о достижениях и задачах, которые нам с вами предстоит решать. Это очень большая ответственность. Мы с вами понимаем, насколько грандиозная сверхзадача поставлена перед отраслью. Мы с вами двигаемся неуманимо вперед. Я должна сказать, что уже сегодня мы имеем конкретные позитивные результаты. Это прежде всего демографические показатели, это рождаемость. Мы с вами по показателю рождаемости в прошлом году вышли на первое место среди субъектов Российской Федерации по приросту. Это плюс 6%. В этом году за 5 месяцев это 5% прирост. Также мы лидируем среди субъектов Российской Федерации. Это снижение показателей смертности, которое впервые беспрецедентно нам удалось снизить смертность почти на 3%. То есть прирост населения – это очень важно. Качество жизни и здоровье населения – это также архиважно для нашей области, для нашей страны. И понимая то, что сегодня наш вклад в эту демографическую политику в том числе, не оцени, я думаю, что каждый из вас это чувствует на своем рабочем месте и в жизни. Дорогие коллеги, я искренне хочу сказать вам спасибо, хочу пожелать вам самим здоровья, удачи, успехов, благополучия вам, вашим семьям. Мы понимаем, насколько тяжел ваш труд, но тем не менее никто, кроме нас, не выполнит эти задачи. Только мы вместе с вами в одной команде реально можем что-то сегодня изменить в нашей области к лучшему. Это очевидно. За последний год многое в системе здравоохранения изменилось, но неизменным осталась забота о пациентах. Руководитель района в своем обращении к врачам подчеркнул, что многие из них горят на работе и пожелал не забывать и о себе, и своей семье. Каждый из вас, сидящих в этом зале, выбрал самое важное и самое востребованное ремесло во все времена. И это не какой-то расхожий штамп, фраза. Я думаю, если применить определенные усилия, то общество сможет существовать, ну, например, без политиков, без чиновников и без еще множества разных профессий. Но без врачей, без врачей человечество просто не выживет. И в то же время, ваша профессия одна из самых морально сложных и морально тяжелых. Очень часто бывает, что вы не получаете благодарность, когда действительно этого заслуживаете. Всем известна расхожая фраза, что от врачей и от учителей всегда требуют чудо. А когда это чудо свершается, никто почему-то не удивляется. И так очень часто происходит в жизни. Человеку, успешно излечившемуся, обычно мы говорим, молодец, у тебя лошадиное здоровье, какая удача, как тебе повезло. Но если, не дай бог, что-то пошло не так, то всегда во всем виноват врач. И только врач. Я знаю, что многие из вас горят на работе. Очень часто отдаются целиком на своем рабочем месте. И в этот момент вы совершенно не заботитесь о своем здоровье и о себе. Дело в том, что люди, которые получают медицинскую помощь, практически никогда не задумываются о том, что врач – это прежде всего живой человек. Это не машина, не робот, не механизм и не компьютер, который может выдать процесс лечения, может точно поставить диагноз. И этому живому человеку, несмотря на бесконечный поток пациентов, перегруженную очередь, куча своих бытовых и домашних проблем, приходится действительно всегда ставить точный диагноз и выписывать решение проблемы. Это очень тяжело. Я знаю, что все вы очень близко к сердцу принимаете свои неудачи. Я знаю, что многие из вас сталкиваются со смертью пациента. И уверен, что понять то, что вы чувствуете, когда что-то идет не так, что-то не получается, никому невозможно. Это очень страшный момент. Я знаю множество случаев, когда опытные, профессиональные врачи-кардиологи падают прямо в операционных. Врачи, которые излечили сотни, а может быть тысячи сердец, получают инфаркты на рабочем месте. Дорогие друзья, я сегодня, в этот день, в преддверии вашего профессионального праздника, хочу обойтись без шаблонных поздравлений. Я на самом деле хочу вам пожелать одного. Чтобы в этой бесконечной суете тяжелых трудовых будней вы не забывали о себе. Заботились о себе и о своих семьях. То, что вы беспокоитесь, то, что вы близко к сердцу воспринимаете все то, что вас окружает, то, что вы переживаете за неудачи и искренне радуетесь выздоровлению, говорит о том, что вы очень хорошие люди. Я горжусь вами. И уверяю вас, что мир без вас не справится. Берегите свое здоровье. Я уверен, что эту фразу вы повторяете каждый день разным людям. Но позвольте сегодня и мне на пару минут быть вашим терапевтом. Берегите свое здоровье. С праздником вас. Всего вам самого доброго. Наладить оптимальную систему охраны здоровья населения Одинцовского района. Обеспечить жителей полноценной и качественной медицинской помощью. Главная задача, которая сегодня успешно решается. Полным ходом идет работа по привлечению новых кадров. Сегодня в системе государственного здравоохранения работает более двух тысяч сотрудников. В том числе около 700 врачей. Более тысячи средних медицинских работников. Основными задачами в области охраны здоровья является улучшение качества и доступности медицинской помощи. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью. Сегодня доступность медицинской помощи и уровень здоровья – своеобразный критерий оценки качества жизни. И важный показатель эффективности реформ проводимых государства. У нас самый большой район в Подмосковье. Огромное количество учреждений. Большое количество сотрудников. Вы знаете, я не понаслышку знаю, как работают наши люди. С какой ответственностью они относятся, какое количество лечатся в наших учреждениях. И особенно летом, когда к нам приезжают еще другие жители Москвы и ближайших субъектов. Поэтому я знаю, какой ответственностью и каким профессионализмом вы относитесь к своей профессии. Поэтому я от всей души хочу выразить вам слова благодарности за то, что вы выбрали такую сложную, непростую, но очень важную профессию. И от всей души хочу пожелать вам здоровья самим, вашим семьям, вашим близким и родным людям. И, конечно, сегодня, в этот прекрасный летний день, хорошего, нет, наверное, прекрасного настроения. Спасибо вам за вашу профессию. В этот день награждали не только медицинских работников. Организаторы приготовили сюрпризы и для гостей. Так Андрею Иванову вручили награду от всего медицинского сообщества Одинцовского района. Большое спасибо главам поселений, городских, сельских за плотное взаимодействие. За то, что они все время лицом к нашим лечебным учреждениям. Ну и хотел коснуться человека, который, наверное, как бы по факту далек от медицины, по факту. Но мы не забываем 4 сентября 2014 года, когда мы здесь проводили в волейбольном центре международную медицинскую конференцию с участием японской делегации. Андрей Робертович, мы вас приняли в медицинское сообщество. Мы вам надели халат и в этом халате мы с вами уже целый год обошли все наши лечебные учреждения. Мы были около постели тяжелых пациентов реанимации. Мы были в опероблоках, были в фельдшерско-акушерских пунктах. То есть мы вместе понимаем положение, которое у нас есть в здравоохранении, материально-техническую базу и тот труд, вы знаете, в каких условиях наши медицинские работники работают. И я хотел поблагодарить не только за этот праздник вас, а хотел поблагодарить за внимание, которое вы оказываете в медицине, за те квартиры, которые вы даете медицинским работникам. Нина Владимировна Суслонова на приеме губернатора показала статистику, что по приросту медицинских кадров Одинцовский район на третьем месте по привлечению медицинских кадров. Это указание губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. И вы всегда рядом, вы всегда вместе с нами. И вот мы в управлении координации номер 10 утвердили награду для лучшего врача, лучшей медицинской сестры, лучшей поликлиники, лучшего стационара. И первую награду мы хотели вручить вам, Андрей Робертович, от управления координацией деятелей медицинских организаций номер 10. Ваш труд позволяет с надеждой смотреть в будущее и строить смелые планы. Дорогие друзья, спасибо огромное за теплые слова, за ту оценку, действительно, моей деятельности. Я, честно вам скажу, я реально в халать, я вместе с вами, я готов помогать, поддерживать вас в любую минуту, в любую секунду. Мы будем выделять квартиры, мы будем, Нине Владимировне, настоящим партнером, поддержкой на нашей территории. Мы будем всячески стараться выполнить те планы, которые перед нами губернатор, ставит перед нами жизнь, наши жители, население. Я вас всех еще раз поздравляю с праздником, всего вам самого доброго. Нина Владимировна, а вам отдельное спасибо, что Одинцовский район, единственный район, куда приехал министр здравоохранения Московской области. Одинцовская центральная районная больница подарила всем заряд положительных эмоций, а шуточные номинации стали для всех полной неожиданностью. Звание гуру ЦРБ было удостоено Нина Суслонова, министр здравоохранения Московской области. Я, конечно, много разного слышала, но такой эпитет в мой адрес в первый раз. Я даже не знаю, как к этому отнестись. Вы учитель, вы учитель, поможете? Я надеюсь, что это не издевательство. Нет. Вы наш учитель, и поможете. Ну, по крайней мере, так хочется думать. Вы знаете, это очень необычно, нестандартно, неожиданно. Но, наверное, раз это случилось, для чего-то это произошло. Я еще буду осмысливать это явление. Дорогие коллеги, я искренне говорю спасибо. Я надеюсь, что я не подведу вас. Я не претендую на это звание, но я буду очень стараться соответствовать. Прежде всего, прежде всего, должности, которую я занимаю, потому что это очень ответственная должность. И я надеюсь, что вы все будете командой, потому что мы все команда губернатора. И мы все должны работать слаженно, четко, в одном порыве. Вот как сегодня у нас с вами проходит этот праздник. Воодушевленно, оптимистично, с верой, надеждой и любовью. Спасибо вам огромное. Андрей Иванов с большим уважением относится к врачам, докторам, к людям, которые посвятили свою жизнь спасению других. Во многом для них глава района защитник. Именно поэтому звание лучшего защитника Одинцовской центральной районной больницы было присуждено Андрею Иванову. Хочу сказать, что я по жизни нападающий, центральный нападающий. Если обратите внимание на загиб, то это клюшка нападающего. Но для медиков я готов быть всегда защитником. Спасибо. Наши врачи умеют не только работать, но и отдыхать. Яркое зажигательное выступление на сцене тому подтверждение. Задорные частушки в исполнении лучших докторов района. На подборочи красавцы и не нужно лишний с кем. Отработают блестяще, заживется без проблем. Врачи не становятся, ими рождаются. Только свыше дается дар возвращать здоровье, надежду на дальнейшую полноценную и долгую жизнь. Я бы пожелала продолжать любить свою профессию так, как мы ее любим. Чтобы мы с такой же радостью ходили на работу, с такой же любовью относились к нашим пациентам. И вот это желание работать в этой профессии оставалось с нами всегда. Первое всего, что я хотела пожелать, это здоровье, благополучие, благополучие в семье, любовь и, конечно, сострадание к пациентам в первую очередь. Хотела бы пожелать здоровья, любви и всего-всего хорошего. Многие главы поселений приехали в этот день, чтобы поздравить дорогих и любимых докторов. Нашим работникам медицинских учреждений в первую очередь здоровье. Здоровье, которое они дарят всем своим пациентам, всем нашим людям. В первую очередь, и самое главное, это терпение. Терпение, потому что мы все разные, мы все порой капризные. Бывают наши пациенты и неблагодарные, особенно когда вылечится, они забывают наших дорогих врачей. Но, тем не менее, мы понимаем, насколько важна эта работа в нашей жизни. Вот Андрей Робич сегодня выступал, он сказал, это общество может существовать без политика, без чиновника, но без врача оно никогда не выживет. Их всех с праздником, самое главное, здоровья и терпения. Я бы хотел пожелать всем, во-первых, как это не банально звучит, крепкого здоровья, чтобы в семье было счастье, чтобы работалось легко. Ну и чтобы, наверное, было с одной стороны побольше пациентов, но с точки зрения профилактики, но не болезни. Праздник удался на славу, это отметили и врачи, и гости. Прежде всего, я, конечно, хотела бы выразить слова благодарности главе Андрея Робертовича Иванова за вот такое вот очень, я считаю, масштабное, грандиозное празднование Дня медицинского работника. Во-первых, вот в этом месте, в этом дворце, поскольку здесь очень много возможностей организовать этот праздник, это очень шикарный дворец. И я думаю, что для медиков это истинный вот такой большой праздник по случаю профессионального Дня медицинского работника. Я даже вот слышала отклики наших медицинских работников. Действительно, я думаю, что они вот этим положительным зарядом энергетическим будут жить целый год. Потому что, вы знаете, какая сложная профессия, насколько приходится людям работать действительно без выходных, без праздников, в круглосуточном режиме. Кто-то и сейчас несет эту вахту, поскольку он не может оставить дежурство. Это и врачи, и медицинские сестры, это и санитары, это и все, кто сегодня работает в системе здравоохранения. И когда вот люди могут действительно вот так душевно отдохнуть с такими словами замечательными, которые были сказаны в адрес медицинских работников, я думаю, что эти люди, которые действительно отдают все для наших пациентов и душу, и все свои физические силы. И у нас очень много хороших врачей в области, очень много профессионалов, люди, которые действительно трудятся самоотверженно, которым свойственны такие качества, как милосердие, душевная теплота, сострадание. Таких очень много в наших рядах. И хочется этим людям, конечно, сделать сегодня праздник. И вот этот праздник, он на самом деле удался. Впечатления самые положительные, самые яркие, радостные. И прежде всего от того, что мы, организовывая такой большой праздник, не ошиблись. Действительно, нашим медикам давно уже нужно было собраться все вместе, порадоваться вместе, получить достойную оценку своего труда в тех тяжелых условиях, которым приходится работать. И встречаясь с медиками и до торжественного мероприятия на фуршете, так называемом, и после торжественного мероприятия, и на танцах, когда уже люди могли расслабиться и под группу премьер-министр танцевать, я слышал только слова благодарности. Значит, мы сделали правильное дело, мы сделали нужное дело. И мы показали всем нашим работникам медицинских учреждений, что без них наша жизнь невозможна. Мы это ценим, уважаем, мы любим наших работников медицинских учреждений, и врачей, и медсестер, и фельдшеров, и акушеров, всех, кого мы сегодня, кого нам удалось поздравить, кому удалось вручить памятные грамоты, награды, цветы, и всех, кого мы видели на телеэкранах, понимая, как действительно важна эта работа, как она сложна, и каких зачастую нечеловеческих усилий требуется от наших врачей, хирургов, для того, чтобы распасти чью-то жизнь. Праздник удался, я уверен, что те, кто был сегодня с нами, они будут рассказывать об этом весь год своим близким, своим друзьям, и ждать следующего праздника, который мы в следующем году сделаем еще с большим масштабом, еще с большей оценкой того, что делают наши врачи. Главная врача Генцовской ЦРБ Ольга Месикевич была одним из организаторов и идейных вдохновителей празднования Дня медицинского работника. Она подчеркнула, мы действительно очень хотели, чтобы все получилось, и нам это удалось. Именно так я и хотела, именно об этом я и мечтала. Прежде всего, конечно, хотелось бы поздравить всех наших медицинских работников и всех-всех людей, которые работают в наших больницах, от уборщицы и до заместителей главных врачей до главных врачей. Пожелать им крепкого здоровья, успеха, удачи, потому что они совершают и творят просто реальные чудеса. Это, наверное, вторые люди после служителей храма. Поэтому очень хочется, чтобы в их семьях пришло добро, любовь, благополучие, благосостояние и здоровье. Праздник прошел великолепно. Праздник прошел великолепно. Прежде всего, это то, что нас удостоили чести, высокие наши гости, безусловно. Они откликнулись на приглашение, они были. Это и министр здравоохранения Московской области Нина Владимировна Суслонова, это и Лазутина Лариса Евгеньевна. И очень приятно, что все были здесь. И действительно, в этот праздник было чувство, что действительно мы семья. И последняя наша чештушка ЦРБ, Центральной районной больницы, что мы семья. Это действительно была очень теплая обстановка, было взаимопонимание, была обстановка связующая. Это очень важно. Очень важно, когда есть диалог, когда есть понимание. Поэтому я считаю, что праздник состоялся великолепно. Он действительно был крупномасштабный. Действительно, это идеи, это желания. Но вы прекрасно понимаете, что получается все тогда, когда есть желание. Любовь, понимание и сердце. Я считаю, что все удалось. Мы еще раз поздравляем всех медицинских работников с профессиональным праздником. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. Мы пока еще, ребята, не умеем и считать. Может, знаний маловато, но ведь можно помечтать. Я врачом, наверное, буду, стану я людей лечить, буду ездить я повсюду и спасать больных детей. Я всех хочу поздравить с Днем медицинского работника. Большое спасибо за их уникальное лечение и здоровье, и чтобы не болели, как мы. Очень хорошее отношение, очень всем доволен. Большое спасибо им. Ой, доктора наши, они трудоволики. Им, конечно, надо заботиться о них тоже. Пусть наша сторона заботится о наших докторах, тогда им будет легче заботиться о нас. Поэтому я считаю, что нужно здесь взаимно друг друга иметь уважение. И, конечно, даже любовь к ним. Потому что без них, вот я как посмотрю, никуда. Медицинский персонал хороший. Даже большие слова благодарности. Я хочу поздравить всех до Таро с праздником. Спасибо вам и здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова